Здравствуйте! Меня зовут Алексей Захаров. Приветствую вас на канале сайта uzi.bu.ru. Мы занимаемся поддержанными, новыми и восстановленными ультразвуковыми сканерами. Сегодня наш первый выпуск и мы решили начать его с самого простого, что у нас есть. Это ультразвукового сканера Alloco SSD 500. Он выпускается уже около 20 лет. Началось производство в Японии, продолжается по сей день в Китае. Потому что аппарат надежный, проверенный временем, простой и легкий в эксплуатации. Ничего лишнего. Бывает она в двух вариантах исполнения. Те, что постарше, идут с джойстиком. Те, что помоложе, с трекболом. Таким образом выглядит трекбол. И таким образом выглядит джойстик. Трекболом, конечно, поудобнее аппарат. Ну и не стоит бояться. Если аппарат вам попался какой-то особо желтый, это всего лишь означает, что он стоял под ультрафиолетовыми лампами облучения. От их воздействия пластик желтеет, но на внутреннее устройство и исправность аппарата он никоим образом не влияет на ультрафиолет. Аппарат весит около 10 кг. Экран у него 8 дюймов. Габариты 30х33х29 см. Управление на английском языке. Но иногда встречаются приборы с русифицированной панелью управления, где здесь русскими буквами еще клеится накладка. У сканера имеется один порт для подключения датчика. Здесь разъемы BNC. Две штуки здесь. Через них можно подсоединить принтер, либо дублирующий монитор. И разъем для подключения ножной педали. Он располагается здесь. Также может быть здесь закреплен карман для парковки датчика. Сами датчики доступны конвексные, линейные, микроконвексные и внутриполосные. Они не являются мультичастотными, то есть частоты на них не переключаются. Сам аппарат, как вы уже поняли, черно-белый, что означает отсутствие каких-либо доплеровских режимов. Работает в B и M режимах. Теперь перейдем непосредственно к датчикам и качеству визуализации. Итак, конвексный датчик, его центральная частота 3,5 МГц. Сейчас я выведу на экран почку и печень. Вот моя печень. Вот почка. Линейный датчик, апертура 40 мм, центральная частота 7,5 МГц. Сейчас я выведу сонную артерию и щитовидную железу. Сонная артерия. Щитовидная железа. Очень сильно. Сонная артерия. микроконвексный датчик центральная частота 5 мегагерц вывожу почку теперь перейдем к последней части нашего видео а именно общим рекомендациям по использованию ультразвуковых сканеров первое что вам нужно знать это узи аппарат необходимо чистить от пыли примерно один раз в год либо раз два года можно это делать самостоятельно либо вызывать специального инженера под это дело если узи аппарат простаивает у вас без работы более 10-15 минут то лучше его выключить включение выключение ему никоим образом не вредят а когда он работает то теоретически расходуется его ресурс узи датчики нужно использовать очень аккуратно категорически не ронять под акустической линзой этой резиночкой располагаются пьезоэлементы они сделаны из пьезокерамики и слова керамика понятно что это очень хрупкая вещь после падения датчик как правило приходит в негодность его ремонт стоит очень дорого и зачастую проще купить бушный датчик чем новый и намного дешевле кабели нужно следить чтобы не перекручивались всегда были в расправленном состоянии не валялись на полу потому что иначе по ним начинают ходить и ездить колесами что тоже приходит необратимым повреждениям коннекторы нужно вставлять аккуратно внимательно чтобы не погнуть штырьки ну естественно не пачкать их гелем иначе они окисляются и также приходит в негодность если соблюдать все эти правила то узи аппарат прослужит вам верой и правдой долгое время на этом все подписывайтесь на наш канал будем готовить новые видео и выкладывать